Новая экспортная стратегия. Казахстан в поисках дополнительных рынков. Министр по инвестициям и развитию Осет Исикешев заявил, что объем экспорта готовой казахстанской продукции, несмотря на сокращение сырьевых поставок, остается неизменным и достигает 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2010-м этот показатель составлял 2 миллиарда долларов. 15% проектов, введенных в эксплуатацию в рамках карты индустриализации, уже обеспечивают объем экспорта в миллиард долларов. В Казахстане производят и поставляют в другие страны локомотивы, грузовики, автобусы, медицинское оборудование, пищевую продукцию и другие товары. По поручению главы государства будет выделено 35 миллиардов тенге на поддержку отечественных экспортеров. В то же время, по словам министра, многие предприятия на севере страны ориентированы на рынки России. И снижение эффективности поставок заставляет изменить экспортную политику. Посмотреть переориентировку экспорта сужающихся рынков на новые рынки, такие как Центральная Азия, Кавказ, Иран, страны Азии в целом. Только первоначальные переговоры показывают, что на этих странах, которые находятся южнее нас, потенциальный объем экспорта для финансирования составляет 160 миллиардов тенге. Теперь наша задача ввратить это в экспортные контракты. Это наши сельхозмашиностроения, насосы, вентиляторы, аккумуляторы, трансформаторы, трубы, удобрения, продукты питания. Для продвижения продукции будут организованы специальные торговые миссии во главе с сотрудниками министерства, я думаю, с членами правительства. В феврале, в марте, в апреле будут поездки в Туркменистан, Киргизию, Узбекистан, Монголию, Турцию и другие страны. Вместе с тем, отметил министр, в реализации нового плана поможет инфраструктура, которая была создана за последние годы. В частности, железная дорога Казахстан, Туркменистан, Иран. Мы надеемся, что экспортная стратегия подразумевает активное использование новых железных дорог. Мы обязательно будем их использовать для того, чтобы выйти на новые рынки. Это очень важный своевременный проект, который позволяет нам выйти на новые рынки и открыть южное направление, которое фактически было тупиком. Поэтому сейчас, благодаря этой дороге, наши товары могут выйти на рынки Ближнего Востока, Индии и этих стран, которые находятся южнее нас. Продолжение следует...